Утро, 8 сентября, город Полевской. Участок еще закрыт и перед приходом первого избирателя звучит гимн России. Спустя 40 минут после открытия участков выявляем первое нарушение. На входе в 14-ю школу на столе аккуратно разложены буклеты одной из партий. И это, несмотря на то, что агитация в день голосования категорически запрещена. У вас на участке идет агитация «Единой России». Вы это как-то можете объяснить? Нет, мы не знаем. Ничего у нас не было. То есть вы обход не делали перед 8 часов? Обход какой-то делали перед 8 часов? Делали. Это было или не было? Этого не было. Этого не было. А в Екатеринбурге в 11 часов на свой избирательный участок приходит один из лидеров предвыборной гонки на пост мэра города Евгений Ройзман. Первым делом он интересуется у сотрудников комиссии о явке избирателей. Люди удивляются. Есть вопросы, да? Вопросов мало очень. И народу мало число. Мало пока, да? Ну сейчас разгонятся. Ну да. Поджидаем. Избирательная кампания далась Ройзману нелегко. По его словам, был закрыт доступ на телевидение и радио. Запрещали размещать рекламные щиты. Выход был один. Непосредственные встречи с избирателями на улицах. Кандидат уверен в своей победе, несмотря на провокации со стороны конкурентов. Ну мы выигрываем. Мы реально выигрываем. Просто сейчас посмотреть, как эта подлая штучка сработает. Вот то, что они сделали. Но я считаю, что когда выходит фальшивка от имени, подписанной главой горы избиркома, то как порядочный человек глава горы избиркома обязан сделать заявление, что он к этому не имеет отношения. А иначе он получается на стороне заказчика. Ну ничего. Я думаю, что это Екатеринбург. Это интеллектуальный, сильный город. Я думаю, что люди разберутся. Подлая штучка – это информационное письмо, распространенное по всему городу в ночь перед голосованием. Якобы избирательная комиссия Екатеринбурга отменила регистрацию Ройзмана. Однако, несмотря на черную технологию, общественник добился победы над единороссом Яковым Силиным с перевесом в 3,5%. Тем временем в Полевском, по сравнению с областным центром, выборы проходят в спокойном режиме. Здесь также сетуют на низкую явку избирателей. Ну у нас достаточно спокойно. Никаких таких чрезвычайных ситуаций у нас не было. Явка, конечно, желает лучшего. Хотелось бы, но вот сельскохозяйственная работа на первом месте. В итоге в Полевском явка составила около 32%, что примерно соответствует предыдущим выборам. В 8 часов вечера здесь, как и по всей Свердловской области, закрываются избирательные участки и начинается подсчет голосов. Вадимир Пшеничников, но и барах мэра Полевского бросил вызов кандидату от местного промышленного гиганта Северского трубного завода. Как и в случае с Ройзманом, ему также был закрыт доступ к средствам массовой информации. Уже переволновались все. То есть сейчас ни в волнении, ничего нет, просто текущая работа. Ну загадывать не хотелось бы. Надеюсь, что выиграю. Надеждам не суждено было сбыться. Оппозиционер проиграл кандидату Единоросу. Однако партия «Яблоко», список которой возглавил Пшеничников неожиданно для всех, заняла второе место вслед за «Единой Россией». Окончательные итоги выборов Свердловский избирком представит 11 сентября. Алексей Николаев, Владимир Махмутов, Интертв.